Франок Вечерко, журналист, политический белорусский деятель, советник Светланы Тихановской. Франок, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, не секрет, да, это тайна, наверное, Полишенеля, что единственной целью создания вот этого Всебелорусского национального собрания является продление режима Лукашенко, продление его нахождения у власти. Как вы думаете, а какую схему он выберет? Он будет совмещать эти две должности или будет контролировать ослабленного уже достаточно по функционалу президента? Ой, ну, во-первых, я не стал бы называть это выборами, то, что будет в феврале. И самое интересное, что большинство белорусов вообще не слышало и не знают о том, что собираются провести, какие изменения. Это такая очередная имитация фарф. Что Лукашенко, возможно, хочет сделать, это такую гарантию для себя, что в случае каких-то политических изменений он все равно оставит за собой власть. И он какую-то гибридную модель, что-то среднее между увековечиванием себя верховным фюрером и назарбаевскую модель перед тем, как его убрали, он предлагает. Возможно, это также подготовка к отмене выборов 2025 года. То есть Лукашенко сейчас ведет все белорусское собрание, станет его начальником, пожизненным руководителем, и тогда уже выборы президентские можно будет не проводить. Но что бы он там ни назначал, какие бы имитации ни проводил, это в целом не обвиняет на ситуацию, на доверие к нему. Он находится в такой политической осаде, живет ситуация, когда белорусы его не считают ни лидером, ни легитимным, ни президентом. И поэтому все равно легитимизироваться и получить какое-то признание, ни внутреннее, ни внешнее, у него не получится. Ну а белорусская оппозиция в изгнании будет игнорировать эту кампанию, возможно, как-то препятствовать ей? Как себя поведет белорусская оппозиция в изгнании? Мы разрабатываем несколько мобилизационных вариантов, что можно делать. Потому что ясно, что людей могут сгонять на эти избирательные участки, и нужно какое-то действие. Но однозначно принимать участие, баллотироваться в эту имитацию, легитимизировать эти выборы мы не будем. Это консенсусное, единое решение всех демократических структур и политических партий. Но мы планируем, точнее, мы уже проводим кампанию за европейский выбор Беларуси как позитивную альтернативу лукашенковской гниющей системе. И также мы готовим выборы в координационный совет на онлайн-платформах, чтобы дать возможность выбрать людям альтернативный парламент, показать, что есть другие люди, которые представляют белорусский народ, а не режим. Ну и попробуем это реализовать также в ближайшие месяцы. А как защитить это онлайн-голосование от вмешательства тех же белорусских спецслужб? Вы думаете об этом? Да, и это самый главный вопрос. Во-первых, как сделать его не только для белорусов безгнаний, которые в безопасности, но и для тех, кто внутри страны. Как обеспечить безопасность и как обеспечить, не допустить манипуляции со стороны режима. Это сейчас главные вопросы. Наши айтишники над этим работают, ищут решения. Будем пытаться тестировать разные варианты. И все равно нам такая система для коллективного принятия решений необходима. Что в Белоруссии происходит на политической арене? Мы слышим о зачистках политических партий. Как много из них были закрыты попросту Лукашенко? И остались ли хотя бы те, которые пародируют оппозицию к Лукашенко или нет? Все независимые партии ликвидированы. Последние пару месяцев назад девять партий уже не работают внутри страны, но они работают в таком гибридном формате. Часть активов осталась в стране, часть выехала за рубеж. Конечно, огромные репрессии. Почти лидеры почти всех партий находятся в тюрьме за решеткой. А их заместители, кто успел выехать в Литве или Польше. Производится сейчас такая показательная очистка. И интересно, что пошли по деятелям культуры, телеведущим, которые в 2020 году осудили насилие. Сегодня, например, вломились в квартиру к Саше Филипенко, писателю, и арестовали его отца как такой способ давления. А пару дней назад Макса Мирнова, известного белорусского теннисиста, заставили раскаиваться перед гостелекомпаниями, гостелевидением, тоже угрожая родственниками. Поэтому, конечно, сейчас активность внутри страны политическая невозможна. Но информационная работа, то, что мы сейчас делаем, построение контактов внутри госструктур, то, что есть, расширяется сеть белорусского ГОИНА, которые собирают информацию о перемещении российских военных войск и не только. Над этим работа ведется. Плюс пытаемся закрыть лазейки в санкциях. Насколько возможно, притянуть режим Лукашенко к трибуналу за вывоз украинских детей. Это такой сейчас главный приоритетный кейс для нас. И также вот мы встречались сейчас с Ютубом, с руководством Ютуба вчера в Берлине. И мы хотим добавить список санкций лукашенковских пропагандистов. Тогда Ютуб и Гогл-платформа заблокируют этот контент. Короче, пытаемся использовать каждый инструмент, каждую возможность, чтобы надавить на режим. Франок, а в Российской Федерации, кстати, Ютубу пророчат не очень хорошие перспективы. Там уже собираются его закрыть. И некоторые эксперты говорят, что это, возможно, произойдет даже до псевдовыборов президента Российской Федерации. А в Беларуси не начали еще охоту на Ютуб и другие популярные соцсети? Они что делают? Они признаются экстремистскими конкретные каналы. Если ты лайкнул, подписался на какой-то канал, ты сразу экстремист. И уже тысячи таких каналов и тысячи людей экстремиста. Я экстремист. Они обнаружили мой ТикТок, в котором два видеоролика, который я четыре года не вел, вообще нет подписчиков, они объявили его экстремистским, например. И вот сейчас идет такая охота за все возможные независимые каналы распространения контента. С Ютубом интересная ситуация, потому что режим его используют также для своей собственной пропаганды. Они ставят огромные рекламные бюджеты на лукашенковские выступления, на какое-то документальное псевдокино о войне, о формирующем Западе. Они используют платформу в своих целях, поэтому в Лукашенко в том случае им не выгодно закрывать. Им как раз выгодно использовать ее, потому что ресурс, финансовый ресурс у них огромный. И Ютуб мягко смотрит на пропаганду, особенно не банит. И эту политику надо изменить. Светлана Тихановская, какие сейчас проводят средства, какие-то мероприятия по поводу того, чтобы каким-то образом обратить внимание Европы на диктатуру Лукашенко в Беларуси? Ну вот только что мы сейчас в Дании выступала Светлана Тихановская вместе с генсеком Совета Европы Марии Бурич и с Габриэлью Лазбергисом на открытии конференции «Будущее демократии». Очень четкие месседжи-посылы про санкции, изоляцию, помощь Украине. И все говорили в унисон. Особенно сейчас важно, когда внимание падает нашему региону из-за Израиля. Поэтому надо, мы говорим всегда, что поддерживая Украину, вы также поддерживаете Беларусь и дать Украине все возможное. Вчера она была в Берлине, выступала в Бундестаге, пленарная сессия, принята резолюция. Эту резолюцию заняла долгое время. Санции против Лукашенко, привлечь к ответственности, закрыть лазейки, признают Кабинет Тихановской легитимным представителем белорусского народа. И создана также сеть групп за демократическую Беларусь в разных парламентах. Каждый день идет международная работа. Конечно, сейчас трудно все двигать, потому что повестка и внимание политиков переключилась на Ближний Восток, но нет, мы каждый день стучимся в двери, напоминаем Беларусь, Украина, Беларусь, Украина. Потому что мы боремся с общим злом, это Российская империя, и это зло надо останавливать вместе. Давайте поговорим о важном фронте работ, который перед вами стоит, речь идет о судьбах десятков, если не сотен тысяч беларусов в изгнании. В сентябре Лукашенко подписал указ, согласно которому получить новый паспорт беларусы могут только на родине. Понятно, что всех тех, кого они считают своими врагами, для этих людей возвращение на родину даже для получения паспорта, это грозит понятными последствиями, могут лишиться свободы. Ваша команда, Светлана Тихановская, разрабатывает проект альтернативного паспорта, который будут выдавать в перспективе в вашем офисе. Как продвигается эта работа, какие сложности есть? Проект сейчас на этапе изготовления образцов, тысячу образцов, когда они будут изготовлены, выглядят как настоящие документы. То есть они должны соответствовать всем стандартам международным качества, правильно? Обязательно, это самое сложное, потому что стандартов десятки, сотни линий правил. Когда они будут пересланы во все правительства, тогда каждая страна на уровне парламента или министерства должна дать статус этому документу. Соответственно, он может в разных странах по-разному восприниматься, но мы будем бороться за их признание. Будет независимый паспортный стол работать, это не офис Тихановский, чтобы не было никаких утечек, чтобы там работал полный контроль, верификация информации, также подтверждение личности. Ну и если это получится, конечно, это будет огромный удар по Лукашенко. Мы заберем его в режим монополию на выдачу государственных документов, на предоставление государственных услуг, но не ожидая этого паспорта, который, скорее всего, будет только в следующем году, мы сейчас уже работаем над А, чтобы Германия, например, уже Польша заявила, западные страны признавали паспорта, у которых не столько сроков действия, б, чтобы выдавали паспорта иностранцы уже сейчас белорусам, которые визнаны, с, чтобы продлить ВНЖ тем белорусам, которые не могут вернуться. И есть огромное понимание и поддержка этой проблемы Европы с таким не сталкивалась, ООН в шоке вообще от этой ситуации, разговор идет о сотен тысяч белорусов на территории ЕС, которые могут оказаться по факту без гражданства, и они не знают, что делать, поэтому скорее всего будет какое-то комплексное решение. В декабре Тихановская едет в Брюссель на встречу со всеми министрами ЕС, и я думаю до этого времени это комплексное решение мы разработаем. Действительно, да, это фундаментальная задача получить политическое признание этого паспорта, и конечно работы здесь много. По поводу соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, она сейчас отбывает срок, насколько известно, в колонии. Как у нее сейчас там обстоят дела, и как дела обстоят у политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах? В тюрьмы просто превратились в пыточные камеры. Достаточно когда ты там попал за политику в тюрьму, на тебя вешают бирку желтую, с тобой запрещается коммуницировать. Потом, если про тебя написали независимые газеты, тебя садят в камеру одиночку. Когда тебя признали политзаключенным, тебя начинают вызывать, пытать бесконечно и запрещают любые связи с адвокатами или родными. И это происходит с Марией Колесниковой, Сергеем Тихоновским, Виктором Бабарыко, который сейчас сегодня отпущает 60 лет, с десятками политзаключенных, в том числе с Олесям Беляцким, Нобелевским лауреатом. Их просто по факту убивают. Убивают. И многие могут не дожить до конца этого года. Мы вот разговаривали сейчас с представителями Офиса Верховного комиссара по правам человека ООН. И они тоже ищут варианты, каким образом узнать, живы ли политзаключенные. То есть не только разговор о том, чтобы их освободили, узнать, живы ли. Потому что режим не дает никакой информации, даже ООН. На прошлой неделе осудили, на этой неделе, в начале этой недели, осудили музыкантов на каких-то бешеных сроках, 5-10 лет. Осудили редактора оригинальной газеты на 4 года. И он в своем финальном слове сказал очень сильную фразу. Вы, прокуроры и судьи, думаете, что меня испугают ваши 4 года? Моего деда расстреляли за Беларусь. Никогда. Вот это, конечно, сильный такой подход, смелость белорусов, которая через это проходит. Но это все вписывается в общую российскую, имперскую политику вычищения, уничтожения белорусского гражданского общества. То, что делает Лукашенко, то, что делает Путин в Украине, это все часть одной стратегии. Уничтожить Беларусь и Украину. И поэтому с этим надо бороться. И здесь надо стучаться в каждую дверь и звонить во все колокола. Франек, ну и последний вопрос. Каким образом можно в принципе свергнуть режим Лукашенко, по-вашему? Это военный метод? мы видели, что в 2020 году гражданский метод не сработал? Рассматриваете ли вы какие-то варианты свержения режима Лукашенко? У нас есть варианты сценариев, которые могут происходить. Скорее всего, это будет комбинированно. Это будет триггер. Триггер может быть внешний, может быть внутренний, экономический, политический. Может быть ошибка Лукашенко внутренний, может быть раскол внутри, может быть слабость Путина. Мы видим, как на Пригожина реагировали, когда Туршел на Москву. У нас было чувство, что вот революция сейчас произойдет, потому что вдруг все нам начали звонить из Беларуси, а мы же за вас, давайте поразговариваем. Они понимали, что сейчас начнется движуха, и чувствуя, что меняется ветер, флюгер поворачивается, сразу начали так же поворачиваться. Сегодня мы отмечаем годовщину падения Берлинской Стены во всем мире. Никто не ожидал, что Берлинская Стена упадет. Это произошло абсолютно неожиданно. Также перемены в Беларуси, в других диктатурах, они будут происходить очень быстро, очень неожиданно. Для нас, белорусов, будет очень важно использовать этот момент, иметь подготовленные структуры, институты, чтобы не дать а, новой диктатуре захватить власть, или б, российскому ставленнику прийти на место Лукашенко. Это будет наша главная задача и мы стараемся к этому готовиться и строить организации, объединять белорусов как внутри страны, так и за рубежом. Франек, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Франек Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Тихановской специально для телеканала Фридом. Благодарим. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»